так ну что друзья возвращаемся в crossfire king of the hill вторая пара у нас полуфинально ну собственно здесь как бы нет стадии 1 4 полуфинала все здесь быстренько час секундочку да так вот вторая пара у нас immortal и titans и sports готова уже приступить не видел я черка карт но первым мы точно будем играть мехико надеюсь что интернет не будет меня подрубать как с утра все у нас будет окей все поехали наверное да интересненько но с утра как бы не получилось у нас особой борьбы там андрейд это так слились знаете как будто девственники в crossfire первый раз зашли в игру и мне это я по жесте конечно объясняю ну прям радиостанция вообще грустно и грустно было но монохромы молодцы что сказать чем интересна эта игра тем что возвращаются immortal например после первого второго сезона лиги как бы больше мы их не видели но теперь теперь они снова с нами давайте на них смотреть базло талент неист келлен и так атака ну понятно базло или базло всем известны до келлен а вот три товарища талент неист и так атака это кто-то кто-то тоже знакомый но сейчас я не припомню в общем то посмотрим за их возрождением что это будет интересный причем черк играют мехико ну и титаны уже я думаю все к ним привыкли давно разочаровал на камбэк обидел кого и хек за так у нас как мы видим immortal такой кэш на китайский раунд первый получается выгребают время до самого последнего момента бомба у нас пляшет на арке и пытается пройти без кишки из-под балкона там у попа посмотрели ушли ну и чистота чистота и тишина на точке б ну вот обидел еще нет у него инфы по б так а где спрятался келлен вот он прям жесть прям жесть вообще до последней секунды раунд дойдет бамбу видел что пасек стоит охраняет да ну и пошел келлен хп у него конечно не о чем надо просто выходить убивать пускает туда сотова тиммейт и причем ни тот ни другой урона не получают забирают крадут бомбу и келлен еще отсекает спину красавцы еще один в кишке 11 обидел обидел и неист ну хорош вообще опрокидывает просто неист ждал просто не было уже времени хотя нет время было можно было кишку эту оттанцевать можно было обойти центр бомба то только что было заложено но решил обидел этого не делать и пошел умирать и умер схватил первый раунд взятый за атаку на мехико и морталами после возвращения грац давно я вообще честно говоря соскучился давно вообще не видел команды тучу времени ну интересно кстати раньше по моему да хотя без разницы в принципе и та и другая тактика я хотел про центр сказать что хек у нас снег камбэком аж вдвоем оттанцовывают в тупке интересно мне как изменилась видоизменилась игра и мортал со времен осени со времен 2 сезона 1 сезона как давно это было уже прям кошмар ну выход по тупку вдвоем не зря там стали хекс обиделом раздает здесь талант но он к сожалению остается последний потому что наколотили на камбэк с хеком на пару всю команду хек минус 3 красавец вру минус 2 интересно на мехико решили просто фастовать никого не стесняясь выходить этот центр ну как то вот по ходу решили сыграть без центра зачем-то и как-то это прочувствовали иммортал что у титанов никого там не будет в принципе на этом и все центр то взяли а теперь из дыма давид калавей красавчик это песни мне в голову приходят типа я сегодня особо не своя я сегодня рашу . но забирает постояли постояли тайминг выдержали хека последнего оставили он спине пытался сделать быстрый тейк пока на него никто не смотрит и позиции разбирает но не тут то было все все обернулись чтоб посмотреть зачем хек пришел 21 первый раунд наконец-таки начинаются с дефенс разборки собираются титаны много им как бы дается аванса в последнее время что чуть ли не топ-3 страны там до огрызаются на все это дело кмс и как же так мы же тоже типа вот они ну вот и иммортал ну короче грязня нас будет серьезно за топов теперь есть кому за это дело бороться слава богу да ну такие вдумчивые вдумчивые медленные раунды иммортал проводят один за одним все основательно заброшено дымом дабы не было никаких неувязочек но хек парень упор упёртый будет ждать до последнего выход центра в принципе ничего не мешает никуда он ссылаться не собирается пытались его тут от флешить но он то есть и 4 повысит ну и все теперь полностью под контролем центра главное не отдаваться и вот этого добивать хорош есть контакт через коробочку ну нервы нервы атаки иммортал просто пытается выходить второй прострел не из ласт дела хеку просто далее далее разыграться фантазии почувствовать себя императором лиу но правда что не так много народа дали забрать всего двоих и двоих прострелами кстати все что на хека выходила и в предыдущем раунде кстати на есть молодец трактор высек партизанчиком зашел так оп 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 на точке а за гробами ну бомбу видит а вот зуб не имеет до нее дайте еще надо там будут на две стороны растягивать потому что есть восьмерка есть переход с центра и как раз но до один переход центра один вообще жили попалил по ходу попалил в пиксель зря на есть идет по центру надо было либо мост выходить наверное либо вот пойти на встречу с хеком сначала так он и туда и туда оглядывается и результаты это не приносит но на таких ошибках вот титаны второй раунд и забирают 2-2 все все почувствовали титаны что центр нужно держать все таки и выходят опять-таки под хека но на этот раз он просто офигел как так и почему так быстро благо благо есть имейты хороший обидел но разложили вот вообще красота просто по головам не могу я не знаю знаете как вот человека давно не видел и вот тебе на него непривычно смотреть не за этом год не видел два там пять вот у меня сейчас так непривычно на immortal смотреть потому что вроде и хочется что-то рассказать как immortal делали это красиво там когда-то да как когда-то они чуть не выиграли тогда еще джетсет дай бог памяти да на порту или кто они там были братус про уже биджет сет как еще они какие-то геройства делали но я понимаю что это уже вообще ни о чем и mortal возможно изменились до неузнаваемости хотя как бы ничего такого неожиданного ребята играют просто игра стрельба подтянется возможно или уже подтянулась на как до какого-то уровня у них а может они никуда не уходили просто просто тишина была их ни слуху ни духу не письма не привета нам не славали нигде не играли можно раунд это тащить двоем на центре бомбу посекли но ее можно тоже забрать в принципе то в принципе то на центре она что ли лежит пойму да вот она родная центр отдан дают ребятам попа так вот так мы все последнего и дуле с мостом добили добили застоялись начали смотреть туда-сюда вы вышли расстреляли читают начинают потихонечку гнуть свою линию титаны естественно они за дефенс они в тонусе они никогда не переставали тренироваться тут за последние наверное месяца 2 до как как лига у нас после последняя прошла где они замечательно выступили заняли третье место так после этого по моему не дня без crossfire а ну как бы immortal присмотрелись к ним два раунда далее в раунда забрали и вот уже два раунда в преимущество и всего 4-2 на этом ну и mortal все медленнее и медленно начинают играть то ли от неуверенности то ли то ли обсуждают то ли то ли то ли обсуждают ну пошел выход центр даже хек ушел с него упорно упорно пытается immortal каждый раунд то ли заходить то ли выбивать центр но потом как бы разыграть не могут один раз получилось по старорусской традиции выход центр дым на спуск на и потом зашли сказочно да повалили все березы которые там стояли поиграли в дровосеков ну потом зашли здесь какие-то раскиды мутят что-то все-таки тренировали имморталы могли бы в принципе на этот раз на заходить чему бы и нет просто если стрелять стрелять еще раз стрелять я думаю что зашли бы там не успела бы точка б но так пошли ребята на восьмерку и оба уже в земле сырой келлен ласт и будет отбиваться сейчас от толпы вражин причем крутиться ему придется во все стороны но не долго смерть смерть его настигла за углом 52 видно что конечно титаны посильнее сейчас ну возможно это defense надо просто имморталом еще вот два хорошо бы 74 вообще nice потом вторая половина но ответе еще с выбором стороны как бы не повезло я к сожалению не видел чак сейчас мы узнаем какие карты будут после этой и да я прочекал просто все ли у меня все ли у меня все ли у меня вроде вроде все окей вот теперь не очень да ну нормально нормально вышли на этот раз интересно мне что будет вторым играться просто вот может быть иммортал выбрали карту но не выбрали сторону я не знаю как это было но раунд они все-таки берут это 35 нормально еще еще раунд еще два и будет у нас веселая вторая плейна точно но в первом полуфинале в первой игре до играли монохромы с underrated как-то вот не получилось тоже чудной выбор был то ли для меня чудной что давно не видел уже может все возвращаются к истокам играют мехико и радиостанцию но как бы по последним турнирам там почерком до карт постоянно анкара вот такие вот штуки вылазят даже наверно анкара стала самой что ни на есть карты когда не хотим играть вашу а вы нашу приходится встречаться на анкаре не слышал я в последнее время чтобы кто-то говорил вот реально пацаны анкара наша карта отвечаю мы на анкаре жжем просто выжигаем сжигаем и наряды пожарных нам по абсолютно все как-то вот у нас карта борт там до многих кстати хорош хорош на есть находит вражину опа чирик до вниз посмотрела там head ну вот уже и титанам нужно что-то менять потому что разваливается их размеренная оборона такая стой стреляй да и кого и ласт каленый пошел нагло да правильно нужно было это делать но единственное что бы не хоп наверно его подвел 45 имморталы тянут одеяло вновь на себя таки у нас перетягивание начинается безответными берут причем раундами станы 3 подряд взяли 3 3 3 нет станы вообще по-моему 5 подряд взяли но вот прервали их победную серию и теперь иммортал в себе уверенность чувствует выходят центр закрывающие двое сена на точке а тишина пустота если высекут этого чела делает это нейст забираются в домик и минус 20 хорош красавчик разочаровал вот ему сейчас надо решить ворваться сразу или до последнего а смотрите в чем фишка бомба пробегала но вот если бы он убивал бы бомбу то мог бы стоять просто и семечки щелкать и делать по пульке через ворота двое были на планте но у них то бомбы не было кричали тиммейт тиммейт уйди к нам иди иди махали ему иди к нам с бомбы так раунд супер наглости номер два талант садится просто за ящик и давит в голову ну жалко если бы стрельба не подвела 2 бы забирал от этого уже раунд конечно рассыпался бы наверное у титанов не случилось втроем четверых блин а все могло получиться но но не получилось кого я еще надо вот высечь если насть то выходить видно что и морду естественно думают обсуждают все по ходу раунда и раунды у них один на другой последние три не были похожи до этого конечно стоим стоим тупим стоим тупим по центру что делать дальше вот наверное себе земля прогибалась на мехико до того сколько народа на ней стоит то больше всего ямы фиговенькой дороге было бы именно вот под выход центр теров там бы такие колдобины были ноги сломаешь потому что наверное все команды больше своей частью именно под этим центром стоят причем ладно бы это было какое-то построение когда там реально построились да там к стенкам прижали затылки и потом раз два три побежали нет топ 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 постоянно здесь вот 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 как бы такой чёс чёс дикий чёс интересно что immortal муте двое сток один кишка двое центр разошлись ну это знаете тактика тактика мы играем против в х чтобы в х-шник жить ну видит да допустим вас через стенки и может вашу всю толпу положить просто вы будете выходить да на центр это тактика анти в х разбежались по карте разбежались бегаем бегаем чтобы ему было сложно знал кого беру свалять наглейший просто ну вот тайминг выдержали потопали потопали центр вышли к лв-шка нет обидел обидел без хп просто без штанов 1 хп жизни нет жизни не откричат обидел перекрестись парень с одним хп я думаю что недалеко тебе до минус он и смотрите какая интересная штука счета у нашей 6 а уверенности в том что титаны заберут первую половину там 73 74 у меня было ну больше чем сто процентов и mortal взяли и просто опрокинули тазик тазик наших уверенностей и теперь наши уверенности так булькают ну даже вот мушет такая была борьба за то кто первый выйдет посмотреть и умереть кстати походу зря стали вот играть без центра титан перестал хех да да перестал хех ходить на центр и перестали у него фраги появляться и как бы игра уже сколько раундов подряд отдали четыре получается раунда титаны без вознес до своим оппонентом ну решили вообще в запертые точки поиграть это удается хорош на камбэк 2 хеда поставил на удачу и разменяли его непонятно только почему дальше не пошли на точку б ну разочаровал там один а нет смотрите тут и хек еще и поджимают они да не зря не зря не пошли но наверное тогда ну если видели просто я не видел вот кто первый там стрелялся кто умирал а потом тот кто сносил на кукамбэку бубен тот должен был наверное видеть все таки что творится на точке б и коли инфа была по двоим то надо было на а быстрее заходить а так решили вообще супер слоу поймать отстоялись и не пошли и не перетянулись обратно не фейканули просто постояли на центре ребята из титанов пришли сами сделали сделали мы счет 76 в пользу immortal так гляну я чат никаких у меня там траблов нету у волк тут походу анга хочет стрим я только с радостью что-то анга молчит молчи ничего не говори поехали на вторую половину анга опоздал твой поезд ушел мы будем смотреть без тебя вторую половину как это не печально ну чё титаны где ваш топ-3 то валяется вон он подбирайте я на самом деле имморталы вообще нормально переворачивают коробки просто ну ход событий должен был явно быть не таким как бы почему почему позволили с собой так обращаться это надо конечно узнать у титанов что же случилось интернет там подвел или руки или глюки или еще какая нибудь бороде выскакивать там ниндзя хек благо увернулся за стенку так пропустили его теперь пошли добирать будем смотреть что будет с атакой у ребят из титанов как-то ну для меня честно говоря нежданчик и удивленчик почему закончилась первая половина со счетом 7 6 в пользу вообще атаки какая бы там команда не была может быть просто лень кому-то было играть ну первый раунд в пользу титанов 7 7 равняют интересно посмотреть все все же пляски у команд вот вот расстановок да если за так и не так можно уследить что они мутят да то вот в дефенсии за имморталами интересно посмотреть играют олдскул причем смотрите нэйст насколько я понимаю что на вапу что ли взял нет не взяла вапу просто просто он мутит под халпу зачем-то с гранатой стоит ну там надымили накурили на центре я думаю что не скоро теперь будут выходить и где-то должна у него рука уже затечь секунд через пять вот так вот стоять но последний раз я такой на кфс и видел когда чувак со слепой китайский чувак со слепой стоял на точке b и караулил когда же он кинут кинет эту слепу в куры от потолка но упорство достойно и блин лучшего применения но серьезно нэйст все есть пошел выход центр это намученный раунд спецом здесь все так было единственное что нэйст конечно кинул гранату не знаю сняла ли она хп но вот в остальном все было плохо плохо он вышел и умер благо что у команды более-менее обидел последний остается на стоков незамеченный вышел в троих там каленые така така и за чек или за чек или обидело будут растягивать на две половиночки разрывать просто в мясо и делают это один один на ну и восемь семь счет в пользу опять-таки иммортал становится который раз подряд у нас одеяло переползает с одной стороны кровати на другую и кому-то уже холодно кому-то холодно кто-то видит сны под теплым одеялом так ну обидело оставили что ли охранять кукурузу на стоке типа шуми парень и мы выйдем из кишки да ну давайте смотреть кто будет принимать точку а как там дела у таки и вообще подозревает он что будет ему сейчас больно и обидно за обидно за не попавшие пули из его калаша и больно но я думаю сейчас вывалятся да смотрите флэш он и и чё делать чё делать где я кто я слепой дает минус так а как он увидел кого-то я вообще непонятно второго суслика не хватает у него патронов просто мясо творится на точке а минус так а чек жгут не ну успел успел дефенс денутся все более-менее размены равноценные практически ну два в два но хп чуточку поменьше разочаровал но я думаю что не будет это особого сейчас значения иметь кто первый жбан выцепит тот и будет побеждать смотрим за нейстом так минус таленс не есть последний остается но вот теперь сложновато теперь надо наглеть надо просто бежать и на ходу выцеплять хотя бы одну голову со вторым уже разбираться один в доме хорош есть контакты этого можно забирать минус 2 отличная ой нэйс молодец какой кошмар просто ну и сразу в тске тске титанов заговорили по-татарски если учитывать что мат пришел нам именно оттуда может быть и заезжали по-татарски может быть и закричали а может быть и просто про себя промолчали стихи уже какие-то так вышел клэй дать базло отведать его спрея дал отведал базло лежит отдыхает на базло вот да 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 он просто чуть-чуть поднаглел решил к центру подобраться но на этом его мучения прекратили парень что-то ноги сбиваешь полежит и отдохни позагорай жарко мы тебе дыль кинем чтобы не было жарко тенёк создадим данный смотрите ху из нэйс ху из он просто творит чудеса хп у него 4 а он уже минус 3 в раунде сделал просто разбирается с толпой у грёмных террористов как бабушка связания очень очень ловко хека не за чек или стреляет на из вообще не пойми куда хектут типа опа меня здесь нет думают за сеном а дали инфу что за сеном контролит нэйс туда просто простреливает они могут понять сейчас придут ребята с кишки и скажет ему что за сеном то тишина и пустота не может никто хека найти что же вы творите жесть ну и хек такой сидит думает вот это я встрял да не он просто ждет когда через него кто-то будет проходить но никто покажет не проходит хек-хек-хек-хек что делает просто это неимоверно он видит 1 видит 2 разбирается 3 клади дружок он выгрызает позицию на точке а неимоверными титаническими просто стресс-контролями он не стал стрелять в первого знает где 3 минус 3 хек минус 3 это пахнет хайлайти чем просто если будет минус талэнт хек я повешу икону с твоим изображением на стрим давай четвертого да детка минус 4 минус 4 со средств контролем достойным лучшего применения жесть хек молодец вот это уровень вот это серьезно серьезно беда если такой чувак не за вас играет это риал риал-тайм ах сейчас коленочки трясутся у хека и ручки трясутся и потеют полюбасу не на это было жесть это было вообще красотища первый хайлайт на king of the hill раунд 1 вообще есть вот если первая игра нас особо не радовала там как-то все было скромненько бедненько серенько да но чистенько то хек хек вообще хек 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 там спенка уже просто должен сейчас грызть ногти пускай спенка делал минус 4 против китайцев да это было великолепно но что сотворил хек я обожаю такие штуки когда тебя короче не видит никто да хек посмотрел на 1 посмотрел на 2 выбрал по кому лучше по первому стреляет начал стрелять по дальнему дальнего сразу же просто ваншот оборачивается убирает 2 и начинает короче там наверное крик у имморталов как так как вы пропустили как вы не видели и все дела ну реально шоу бы не хило никто никого не видел ну и что хек давай 2 2 2 дубль 2 минус 4 надо еще делать ладно когда красивый минус 4 на тебя выходит толпа слонопотамов ты даешь минус 4 ну тут даже одного не смог а кто живой разочаровал 7 хп как инвикс у нас сделал да на на джейхане увидел зажал да там один минус ему пришлось чуть-чуть перевернуть повернуть свой прицел вправо забрать его да сделал минус 5 то всех это просто жесть помимо рук и зажима и стрельбы у него работала еще и голова как так придумать и во первых разыграть эту шахматную позицию ладно двоих высек он знал что третье у него за сеном а третье настолько настолько стал тем кто короче пользователем памперсов да понимаете какое действие человеческого организма я имею ввиду что он даже не не пошевелился там просто стоял как заколдованный и ждал пока когда хек придет и люлечку ему отвесит ну а дальше уже дело техники и дуэль была ну там и удача помогла короче этот раунд можно анализировать как целую игру там вот собрать короче на телевидении толпу аналитиков рукаев да и сидеть 40 минут короче раз в разборе каждую посекундно собирать покадрово как это было и потом я еще внукам расскажу как это было ну а пока я тут короче залипаю на раунд от хека у нас счет а тем временем 2-3 впереди и иммортал и иммортал выиграли первую половину кто и не смотрел счет кстати если суммировать получится 10 10-8 и все это чудо и удовольствие в пользу иммортал но правда что раунду не хотят этот забрать и сделать счет 9-10 и делают это бум-бум-бум забомбили в 3х и сыграли центр дефенс ну типа показали нас здесь много уходите уходите мы вас не боимся бойтесь вы нас мы стоим вам вам здесь не пройти супостаты на это хотел дефенс показать но на самом-то деле я думаю что имморталы а смотрите они думают что реально за стенкой кто-то есть закидывают ее и такие в шоке где где народ прикольно прикольно но закрыты дымом все все выходы и входы центр заперт как дверьми смоками накурили и там и там ну и танцует танцует ждут ждут пока все рассеется когда уже можно будет не выжимать из себя хардвелла который любитель продавить смоки в хэд а вот действовать как ты любишь как оно есть как так держится точка конечно непонятно когда на камбэк заходит и двоих просто на ней кладет и по нему даже никто не стреляет ну и келену задача еще похлеще чем хеку была предоставлена но ненадолго решение решение нашел обидел 4-3 вырываются вперед в этой половине титаны и ровняют счет 10-10 они его делают и продолжение банкета перетягивание одеяла продолжается ну кстати наверное это было понятно что вторая пара кинков за хилл у нас получится намного веселее я не знаю как проходил жребий но судьба столкнула именно эти коллективы в очной ставки и я этому несказанно рад потому что хотя может быть она получше было бы да если встретились бы они финале уже 13 числа а может быть и монохром что-то интересное покажет тем более монохром вообще первый раз на стрим попали именно в таком составе да если иммортал ну вообще как команда в принципе если иммортал мы хоть когда-то еще видели титанов любовались ими весь сезон лиги то ну бог его знает не знаю может быть нас ожидает и вот эта интересная игра и финальная интересная игра может быть и нет пока что пока что все прикольно и раунд вперед раунд вперед выходит иммортал 11 10 не хотят мехико ни те ни другие давать к получается ровненькая карта причем не тащит ни дефенс не атака все очень ровненько и возможно даже все будет решаться вообще вот мне интересно почему морально не сломались иммортал после такого раунда который сотворил хек то ли не так чтобы сильно напряжены и в результате уверенны это что уверены в результате не думают просто да ну более более стандартный раунд пачку надо забирать а патроны в самый что ни на есть нужный момент закончились всех раскидали обидел последний и стоков продавил дым и первому дал в кабину кстати это был келлен ну и все все ходят с ним стреляться если бы я не удивился если бы сейчас обидел повесил второго жбана третьего жбана и потом был пошел разбираться с последним оставшимся деморализованным соперником а так 5 4 а это значит что два раунда преимущество уже у иммортал 12 12 10 насколько до 12 10 счет получается поджим стоков не удался так он оказали так но теперь укрепилова пошло серьезно на центре давайте смотрим за ребятами за стеночкой стараются и зажимают раскладывают и хорошо и пошли размены уже второго второго или третьего третьего дал даже закончились патронного талента но он последний это минус 4 если будет минус 5 то это будет тэйс и это будет второй хайлайт уже на первой карте то у нас не то что играет еще только первая карта эх зря ушел вот на таком позитиве и заводе надо было заходить на точку а и ломать ломать крушить наказывать наказывать еще раз наказывать а так минус 5 не сделал зря ну зря ушел надо было блин и сделать ну минус 4 хорошо тоже пускай под зажимчик многие попали конечно в этих минус 4 но это я уже придираюсь это я уже типа выбираю после хайлайта хека конечно остальные такие знаете мы икру едим после икры ваш борщ фу фу борщ икра черная икра красная и стоят и стали разбираться стал я в хайлайтах перебираю я на самом деле все 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 что больше минус 3 все очень красиво как бы это не было хотел бы я посмотреть самый грустный и неинтересный хайлайт жизни где сделал бы чувак минус 5 все бы говорили да фу да фу да не ну минус 5 минус 5 но какие-то они фу у тебя может такие бывают но я таких не видел так отыграли у нас опять-таки так у на этот раз судьбинушка его свела а из кишки его хек порешал по ходу ну да по ходу да это все на точке а но если дать до счета 6 6 дойдут конечно это будет шоу я уже прям не терпится узнать какая вторая карта будет пускай это будет порт так но опять постояли постояли выходим выходим бомбу посекают таланту дубль 2 не дали сделать на этот раз лучше подготовилась команда титаны из порции разложила весь центр подаре что-то мне кажется что вы шумите господа что решили быстро опять смотрите 2 хая на мост дымочек бомбу сбросили но опять долгая долгая артиллерийская подготовка у нас будет от титанов муть это не центр ну возможно все идет к тому что это будет третья часть марзезонского балета и уже третий раунд подряд будет выходить а смотрите как они интересно разыгрывают осколочная у нас прилетает из кишки из под моста ну а там трое а там трое ну блин вот не знаю один поджимает и удачно правда подразмен ушел бы было бы лучше ну зато он зачекал ситуацию на хотя что это изменило как стояли двое в тупочке так они и стоят просто что просто что пошло мочилово ну понятен замысел да хочет яра хочет танцы спортс выйти и сразу поставить ваншот и уйти во своя оси да ну как бы так особо не бывает счет у нас кстати равны по раундам и не хотят вот не хотят титана счета шесть шесть но все к тому идет если обидел не будет давать а минус один он уже дает меняет калаш на трофейные это на удачу ооо все двоих он спалил знает где они зачем то вот непонятно у меня только стреляют сразу не получилось я бы на его месте наверное все таки тикнул бы поискал бы лучшего применения своим талантом единственное что 9 хп обидел оставили в этих двух дуэлях и это не гуд совсем не гуд а нет забрали шесть шесть да действительно у нас вторая половина идентична абсолютно ну и сейчас только на ничью уже может выходить команда титанс и спортс и аплодирую стоя просто иммортал которые не жалея себя творят чудеса на карте мехико в первой своей официальной игре после уж очень долгого перерыва прям супер долгого не знаю где они были может какой-то волшебной стране там может она даже как-то называется типа какая-нибудь другая игра но вернулись и дают жару на самом-то деле той команде которая вот жрет аванса один за одним причем каждый день и по многому три раза в день как минимум завтрак обед и ужин что типа талантливые что типа все получится а тут приходит старый добрый иммортал и такой знаете леща такой как сыну леща такой что ты малыш малыш еще может что талант готов готов гоу он отвернулся от слепы зря он это делал потому что пришли просто его и наказали отвернутого всего такого отвернутого но хотят смотрите хотят серьезные титаны на ничью проходят они восьмерку оставляют по слову последнего базло петерых да 7667 именно так заканчивается у нас 2 2 половины и это ничья сразу же на первой карте чувствую смотреть мы будем очень долго за этим сражением так и будут у нас сейчас допы а у меня пошли пропуски кадров это меня не радует ой как не радует и это не так и и и